Любой диплом, но не любой, 90% дипломов надо описать. Содержательная часть, скорее всего, и так во время работы обсуждалась с научным руководителем. За пивом после презентационного дня нужно просто хорошо знать себя и… Не держи в себе. Хороший диплом — это хорошо структурированное, текстово-графическое представление самого научного процесса, который происходил за время магистратуры, например. Или диссертация — это процесс за время PhD-study. Как выбрать тему? Мне кажется, на два варианта. Либо вы выбираете научного руководителя и научный руководитель предлагает тему и вы уже среди тем предложенных научным руководителям что-то выбираете. Либо наоборот, у вас есть какая-то тема, которая вас интересует и вы реально хотите что-то сделать. Я ищу научного руководителя, кто как бы вам помог бы под продвинуться по этой теме. Лично у меня было, скорее, я выбрала научного руководителя и freakin Layout. Он предложил какие-то темы, я спрашивала, что каждый Хороший диплом в любом случае содержит обзор литературы, хороший диплом содержит части по введению, в которых описывается проблема и возможные пути ее решения, и описываются сутевые глава 2-3, в которых проводятся конкретные доказательства или опровержения той гипотезы или те гипотезы, над которыми работали в процессе написания. Самое важное, мне кажется, это содержательная часть. Содержательная часть, скорее всего, и так во время работы обсуждалась с научным руководителем, поэтому все аннотации, введения, заключения — это косметические в некотором смысле работы. Сейчас настолько удобная система поиска релевантных документов, что надо смотреть поначалу все, и первоначальный серч делать очень общий по достаточно общим ключевым словам. Вещи типа поиска скопуса Science Direct, Scholar Google позволяют это сделать. Дальше просто, когда таким широким фронтом идешь, получается, что много публикаций, которые ты нашел, они не суперрелевантны на самом деле к теме, надо читать абстракты, чтобы не углубляться и не тратить большое количество времени. Не отбрасывать то, что не нужно, и обычно из двухсот статей, которые ты нашел, остаются пятьдесят, с которыми действительно надо поработать. Изучить текст, понять, полезно ли что-нибудь в этих статьях для начала ресерча, исследований и двигаться дальше. Если это, например, статья какая-то научная из журнала, то можно смотреть, какого уровня этот журнал. У них тоже есть разные градации, есть высокая квалификация и так далее. Соответственно, можно смотреть, насколько хороший этот журнал. Как только действительное движение по научному исследованию начато, надо писать литературный обзор, о котором я говорил, надо писать прямо с самого начала, потому что проведена большая работа, ее надо структуриживать, что уже опубликовано, что нет. Каждый шажок, который направлен к цели, надо записывать. Те самые решения, которые принимаются на промежуточных точках проекта, желательно документировать, чтобы сам не забыл, потому что этих решений может быть много, еще и писать, почему ты такое решение принял, в какой точке. Кто-то большего прогресса добьется, если каждый день будет писать по страничке. Кажется, что ничего сложного, одну страничку каждый день написал, но за месяц уже 30 страниц написал, и хорошо. Кто-то наоборот лучше три дня посвятит с утра до ночи написанию работы. Это, мне кажется, уже от характера зависит. Нужно просто хорошо знать себя и знать, какой может момент дня самый продуктивный и так далее. Где лучше работать, в универе или пойти в кафе, или сидеть дома и работать. Любой диплом, но не любой, 90% дипломов, они в соавторстве, на самом деле, по крайней мере, с научным руководителем. Когда я делал диссертацию, она была по экспериментальной физике, и даже сам факт постановки эксперимента предполагал наличие минимум трех человек в комнате экспериментальной, потому что иначе не работало это все. Поэтому, безусловно, все дипломы, они так или иначе в соавторстве написаны. На дипломах и на диссертациях не принято писать, что автор один, второй, третий. Обычно всех благодарности добавляет, кто так или иначе помогал. А в публикациях пишут их как соавторов, если у них действительно вклад очень серьезный. Есть такие застенчивые люди, которые иногда встречаются с каким-то сложным моментом в исследовании и пытаются его самостоятельно преодолеть, у них не получается, они боятся прийти к научному руководителю или к коллегам и сказать, что нужна помощь, потому что либо думают, что о них плохо подумают, что они не справились, либо что-нибудь еще о себе думают, но вот это такая типичная достаточно ошибка, такие встречаются случаи достаточно часто. Я думаю, тут работа научного руководителя объяснить с самого начала своему подопечному, что не держи в себе, если реальная проблема, давай приходи, будем решать вместе. Обычно научный руководитель больше знает коллег, с которыми можно еще посоветоваться, чем студент. Может оказаться, что задача какая-то неподъемная, или по ней мало информации и невозможно ничего написать, или задача просто не решается, или еще миллион причин. У меня была такая проблема, что я нашел 2-3 статьи и решил, что в них описано все состояние дел в направлении, по которому я двигался. Открыл я, что это не так, спустя существенное время, полгода где-то, и эти полгода я занимался тем, что уже было сделано. Если готовится какая-то работа для того, чтобы подать ее на конференцию, это значит, что уже есть текст, в котором уже есть какое-то введение, соответственно, результаты, которые вы представляете в этой работе, заключения. То есть как минимум вы уже начали думать в этом направлении. К тому же уже будет кусок готового текста. Плюс, если работу приняли на конференцию, то вам нужно будет выступить с выступлением, то есть представить свою работу. А — это уже готовые слайды, частично для защиты. Б — это практика выступления. Публикация обычно — это сутевые главы диплома, так или иначе. Это готовый текст. Если я не ошибаюсь, в большом количестве вузов этот текст можно даже копипастить, если ты его автор в диплом. Все проверки на плагиат и антиплагиат должны признать, что это твой текст. Участие в конференциях — это скорее не для написания диплома польза, а для нахождения пути решения твоей задачи часто польза, потому что ты общаешься с коллегами из этой области, которые приехали. Какие-то коллеги в разговоре около постера или после твоей презентации или там за пивом после презентационного дня могут подбросить очень интересные идеи, с помощью которых ты там либо сильно ускоришься в решении своей проблемы, либо поймешь, что нужно отбрасывать вообще другую гипотезу формулировать. Общение всегда полезно, потому что сам человек, когда он внутри себя варится, иногда не видит немножко, что справа, что слева находится. Моя тема диплома связана с интегральной фотоникой. Это как электрические схемы, которые есть в любой электронике, например, аналога цифрового преобразователя, они работают на электрическом токе, то есть на электронах. Есть подходы, которые позволяют изменить носители информации с электронов на фотоны, и моя лаборатория и моя тема диплома будет связана с структурами, которые будут работать на фотонах на свете, но при этом выполнять те же самые функции. Я сейчас исследую, ну вот в сфере индустриальной робототехники, работаю над проектом, ну вот опять проходил стажировку летом в компании, которая занимается в этой сфере, то есть это гибкие производственные ячейки. То есть, грубо говоря, на производстве сейчас как происходит? Если это массовое производство, ставятся какие-либо там манипуляторы и так далее, они жестко программируются, и, соответственно, уже на больших сериях деталей они выполняют свою задачу. Встает вопрос, а что делать там, допустим, среднему бизнесу, у которых не так много серий деталей и не так много деталей, которые они производят, и они постоянно меняются. А тут уже вступают там современные разработки именно с датчиками, системами какими-то технического зрения, которые позволяют уже создать более гибкую производственную ячейку и уже ее внедрить. Моя дипломная работа связана с расчетом рынка, в общем, для больших группировок спутников телекоммуникационных. То есть, может быть, слышали, вот SpaceX сейчас запускают огромное количество тысяч спутников, вот я считаю, как они вообще там будут удовлетворять потребности рынка и что им для этого нужно. А выбор, на самом деле, довольно просто все было. Я когда пришел к своему научному руководителю, я сказал, хочу, вот я инженеркой занимался уже 4 года, вот хочу чего-нибудь связанное либо с маркетингом, либо с программированием. И как-то так получилось совместить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова